Это случилось в середине июля 1518 года. Мадам Трофеа вышла из дома и принялась танцевать. Никакого праздника в Страсбурге в тот день не было, но женщина плясала и плясала, без остановки, на протяжении шести дней подряд, а на седьмой на узких улочках французского города замысловатые павы делали уже 34 танцора. Поначалу городские власти, вспомнив видимо о том, что подобное лечится подобным, решили поправить здоровье пляшущих горожан танцами до упада, для чего выделили для нужд недужных самую просторную залу в городском муниципалитете и наняли музыкантов. Лекарство оказалось неэффективным. К концу августа число подпрыгивающих горожан выросло до 400 человек. В краткие минуты просветления они вызывали о помощи. Говорили, что вовсе не хотят плясать, но какая-то сила словно заставляет их кружиться. События принимали скверный оборот. Несколько десятков человек скончались от физического переутомления, от сердечных приступов и ударов. Беседы со священниками, показательные молебны, также ничего не дали. В конце концов, плесунов погрузили на телеги и вывезли из города с глаз долой. После этого эпидемия в Страсбурге резко пошла на убыль и в начале сентября стихла. Что же касается самих танцоров, то их дальнейшая судьба неизвестна. Говорили, будто их отправили в некое целебное место, располагавшееся неподалеку от города. Однако, что произошло с ними на самом деле, никто не знает. Множество сохранившихся документов 16-го столетия, записи врачей, тексты проповедей, местные хроники, протоколы заседаний городского совета не позволяют сомневаться. Случившееся в Страсбурге отнюдь не плод фантазии средневековых летописцев. Пляска святого Витта – этот необычный термин известен многим людям, не имеющим отношения к истории медицины и неврологии. Святой Витт жил на Сицилии и был замучен римлянами в 303 году во времена гонений на христиан, развернутых императором Диоклетианом. Спустя 1200 лет с 16 века его имя стало ассоциироваться с пляской. Тогда по всей Германии распространилось поверие, что всякий, кто спляшет перед статуей святого Витта в день его памяти 15 июня, будет здоров весь год. Тысячи людей толпились вокруг статуи святого в этот день, и их пляски нередко носили весьма экспансивный эмоциональный характер. В конце концов, пляской святого Витта стали называть заболевание самым ярким внешним, проявлением которого являются непроизвольные движения рук, ног, туловища больных, нередко напоминающие своеобразный танец. В действительности же этот недуг именуется хорея-сидингама и представляет собой нейродегенеративное наследственное заболевание головного мозга, и, увы, ни молитвы святому Витту, ни танцы перед его статуями выздоровления не приносят. Танцевальная лихорадка 1518 года была в действительности, и вот уже более 500 лет она не дает покоя ученым. Исследователей волнует один единственный вопрос – что именно заставило тогда людей плясать до полного изнеможения? В частности, Юджин Бакман, автор книги «Религиозные танцы в христианстве и популярной медицине» – 1952-й, искал биологические или химические причины танцевальной лихорадки. Вместе с рядом других ученых середины 20 века Бакман склонялся к тому, что во всем виновата спорынье – плесневый грибок, растущий на степлях мокрых ржи. Попадая в организм человека, вместе, например, с хлебом, она может вызвать конвульсии и галлюцинации. Однако у этой гипотезы много противников. Да, спорынье действительно вызывает галлюцинации и бред, порой даже конвульсии, но она не дает энергию, необходимую для танцевального марафона. Согласно теории Роберта Бартоломео, социолога из Австралийского университета Джеймса Кука, неутомимые плесуны состояли в какой-то еретической секте и исполняли экстатический танец. Но это объяснение не выдерживает критики. Если верить историческим документам, а не верить им оснований нет, то танцевать несчастные не хотели. Испуганные, отчаявшиеся, они молили о помощи, но, увы, никто не мог облегчить их страдания. К тому же, будь танцор и сектантами, церковь не стала бы с ними церемониться и живенько обвинила в ереси. Однако ничего подобного не произошло. «Время танцевать, время умирать» – так называется книга Джона Уоллера, в которой он раскрывает тайну танцевальной лихорадки в Страсбурге. По его мнению, танцевальная эпидемия в городе вспыхнула не случайно. Ей предшествовала целая цепь несчастья и катастроф, вызвавших невиданные страдания. Неожиданные заморозки и сильный град на корню погубили урожай. В Страсбурге царил голод. Люди умирали десятками. Чтобы выжить, им приходилось забивать всех сельскохозяйственных животных, занимать деньги и в качестве последнего средства выходить на улицу просить милостыню. Голод сопровождался эпидемиями болезней. Оспа, сифилис и проказа гуляли по Элизасу, унося сотни жизней. Не мудрено, что в сердцах людей поселились тревога и страх. И, как всегда бывает в таких ситуациях, очень кстати вспомнилась раннехристианская легенда, гласившая. Если чем-то рассердить святого Витта, то он нашлет проклятие в виде танца, избавиться от которого можно будет только путем долгих молитв. Впрочем, тот же святой Витт мог, согласно преданиям, принести крепкое здоровье, как минимум на год. Для этого нужно было сплясать перед его образом. А раз так, то выходит и удивляться появлению танцоров на улице в Страсбурге не приходится. Профессор Уоллер, впрочем, считает, что святой вид к танцевальной лихорадке никакого отношения не имеет. Он возлагает вину за случившееся на феномен, известный под названием массовое психогенное заболевание. Так медики называют массовой истерией, которым предшествуют очень сильные стрессы и страдания. Джон Уоллер полагает, что жертвы танцевальной лихорадки против своей воли впадали в состояние транса, а выйти из него не могли. Танцевальная лихорадка в Страсбурге была далеко не единственным случаем массового психогенного заболевания, но самым задокументированным и поэтому широко известным. Между тем, до 1518 года Европа как минимум 10 раз успела столкнуться с подобными эпидемиями. Например, в 1374 году танцевальная лихорадка охватила множество городов и деревень на северо-востоке Франции, на территории современной Бельгии и Люксембурга. А самая последняя пляска смерти была зафиксирована в 1840-х годах на Мадагаскаре. Из описаний врачей известно, что люди дико плясали в состоянии транса, убежденные, что ими овладели духи.